Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите финансовый календарь на канале Инстатв. Первая половина предстоящей недели ознаменована выходом следующих макроэкономических данных. Так, в понедельник из Японии придут новости о ВВП страны во втором квартале этого года. Аналитики ждут замедления роста этого важного показателя до 0,2% к прошлому отчетному кварталу. Напомним, что в первом квартале текущего года японская экономика продемонстрировала больше активности, чем было заложено в прогнозах. Японский ВВП за первые три месяца увеличился на 1,9% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что рост окажется намного скромнее – в пределах 0,3%. Квартальный рост экономики Японии составил 0,5%. Внутреннее частное потребление и госрасходы оказались больше ожиданий. Экспортный сектор на фоне роста спроса на японскую продукцию также показал хороший результат. Слабым звеном в отчетном периоде оказались корпоративные расходы. На следующий день в Германии результаты своих экономических исследований за август представит институт ZEW. Индекс экономических настроений, по прогнозам экспертов, должен подняться до 0,5%. В прошлом месяце индекс настроений инвесторов и аналитиков по экономике Германии обвалился с отметки 19,2 пункта до уровня в минус 6,8 пункта, впервые с октября 2014 года опустившись до отрицательных значений. Текущий уровень является минимальным с ноября 2012 года. Президент исследовательского института Ахим Вамбах отметил, что подобное падение вызвано неожиданными для финансового сообщества итогами прошедшего референдума и появившейся в связи с выходом Британии из Евросоюза неопределенностью. Также во вторник в США опубликуют данные по потребительской инфляции в июле. Согласно прогнозам, индекс цен замедлит рост до уровня в 0,1%. Напомним, что в июне потребительские цены в США повысились на 1% в годовом исчислении, а к предыдущему месяцу – на 0,2%. Аналитики прогнозировали инфляцию в июне в годовом выражении в 1,1%, а в месячном – 0,3%. Инфляция в США остается вялой. В последнее время она испытывает понижательное давление со стороны цен на нефть, а также укрепление доллара против других основных валют, которое провоцирует снижение цен на импорт. Кроме того, в понедельник в США выйдет производственный индекс деловой активности для округа Нью-Йорк. Во вторник в Австралии опубликуют протокол совещания Центрального банка. В Великобритании выйдет отчет по инфляции, а в США – данные по промышленному производству. В среду Новая Зеландия обнародует отчеты по занятости и уровню безработицы, а в США выйдет протокол заседания ФРС. Это был календарь экономических событий, подготовленный для вас командой Инста-ТВ. Всего вам доброго, до свидания!